Это окраина подмосковного Балашихи. И за моей спиной находится дом, который несколько дней назад вошел в криминальные новости, как место, где разыгралась самая настоящая семейная драма. Многие средства массовой информации писали об этой истории, упоминая серийного отравителя из Балашихи. Так вот именно здесь жил 25-летний Артем Миссюра, который на протяжении полугода потихоньку травил свою мать Сочи. В какой емкости, в какой таре находились жидкости? Петелитровая канистра. А соли, которые вы приснили, так и хранились? Они были в коробке из-под обуви, поричневого цвета. Как уже выяснилось позже, им же была отравлена и бабушка, и один из товарищей, пока непонятно по какой причине, с родителями, по предварительной версии Следственного комитета, с родителями Миссюра мог пытаться расправиться из-за наследства. С бабушкой тоже. А вот что с другом, пока непонятно. При этом следователи проверяют еще несколько случаев, когда близко знавшие Артема Миссюру люди попадали в больницу с симптомами жесткого отравления. Они, слава богу, выжили, но следствия не исключают вероятности, что больше этих трех проверяемых случаев, что количество таких историй может быть больше четырех. Тут вот какая история. Вот в первом подъезде, вернее, в крайнем подъезде, шел сам Артем, а вот в крайнем подъезде с той стороны его семья. Несколько лет назад Миссюра закончил МАДИ, но по профессии работать не стал. Насколько известно, он пытался трудоустроиться в один из автосалонов, даже частным образом продавал какие-то запчасти, но что-то не сложилось. По словам знакомых, он в последнее время набрал очень большие долги и залез в микрофинансовые организации. В общем, все было плохо, видимо, поэтому он и мог решиться на устранение своих родственников. Наудилось пообщаться с несколькими его друзьями, и вот рассказ одного из этих ребят меня потряс. Он вспоминает после смерти товарища, которого, как мы теперь знаем, отравил Миссюра. Они вместе с ним ездили на кладбище, и Артем очень достоверно изображал свою скорбь. Хотя на допросах в Следственном комитете он в деталях уже рассказал, как убил этого товарища, позвал его посидеть в машине, налил ему отравленного морса. Через несколько часов этот парень попал в больницу, а через сутки скончался. Возьмите, пожалуйста, пропорции и концентрации содержание вещества, вы пояснили, в бутылке, было насколько опасно? За раз, и она будет тогда летальней. Употребил всю бутылку? Нет. Так, что впоследствии произошло? Мы съездили за витаминами, вернулись обратно, и все, поделились домой. Результат употребления этой жидкости, разведенной вами, созданной разведенного морса. У него худшилось самочувствие позже. Через сутки поехали. Его увезли в больницу, реанимировали, и там он сначала... А вот за этой дверью, за секция, в которой расположена одна из квартир Сильни-Миссёр. Именно здесь в основном жил Артём Лисёва, но, по крайней мере, до последнего времени, хотя чаще всего, так как он безработный и постоянно глянчил у знакомых, деньги в долг, в основном он дал все-таки соседние подъезды, бегая к матери из Сочи, и продолжая их травить на протяжении полугода. Соседи сейчас очень охотные о них говорят по разным причинам, потому что и хотят в будущем портить отношения с семьей, потому что квартира, естественно, остается в отсутственности. Именно в этой квартире Артём Лисёва сделал такой склад для хранения химии, которой он тронет своих родственников и друзей. Продолжение следует...